Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим на весьма популярную и при этом глупую тему. Тему, которая часто возникает в общении с различными религиозными проповедниками. Тема, так называемые верующие ученые. Конечно, мы поговорим о соотношении науки и религии. Для меня эта тема глупая. Я многократно об этом говорю в предыдущих своих роликах, но, как говорю своим студентам, я могу думать все, что угодно, экзамен-то вам сдавать. Поэтому я могу думать все, что угодно, но когда вам в качестве аргументации начинают надиктовывать различные списки, списки, списки на тему разных верующих, ученых, разных мастей, которые самим своим существованием подтверждают религиозную точку зрения, надо из этого как-то выкручиваться. Эти все списки, про них отдельно мы поговорим о том, как они и кем, главное, составляются, но, тем не менее, нужно что-то дать, ответ какой-то на этот вопрос, потому что религиозники в эти списки подтягивают неразборчиво совершенно разных деятелей, совершенно разных наук для того, чтобы количественным чисто показателем якобы убедить всех нас, многогрешных, в том, что Бог доказан. Потому что современная наука существования Бога доказала. И вот, пожалуйста, смотри на авторитеты. Обычный массовый человек падает на различные авторитеты. Ну, что ж, придется нам подыграть здесь. Итак, наша сегодняшняя тема – верующие ученые к спору, религии и науки. Почему я изначально обозначил, что тема эта глупая сама по себе? Поскольку у религии и науки посылки совершенно разные. Наука – это системное, доказательное, проверяемое знание, либо деятельность по выработке такового знания. А религия – это системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. А верой мы называем убежденность, не требующую доказательств. Поэтому совершенно разные посылки. Говоря о религии, опять же, я показываю у нас свою схему того, как возникает религиозность у человека, что лежит в ее основе, и какие функции, собственно, религия преследует. Мировоззренческая функция, как вы видите, разумеется, есть, но она чрезвычайно ограниченная. Людей, которые в религии ищут ответы на смысложизненные вопросы, чрезвычайно малые. Далеко не каждый из нас может похвастаться, хотя бы одним из таких людей в своем круге общения. По большей части мы ищем в религии другого. Утешение, успокоение, избавление от одиночества, от боли, от разочарования, выхода из кризиса среднего возраста, какой-то социальной перезагрузки своей, общение с носителями близкого и нужного нам культурного кода, ощущение приобщенности к нашим предкам, какой-то вековечности, к постоянству, к чему-то настоящему. Вот это говорит о функциях религии. Значит, по моей схеме, пожалуйста, смотрите ее, по моей рабочей схеме, религия никоим образом не начинается с мировоззрения. Религия начинается с глубинной внутренней травмы. Человек испытывает боль, первое. Второе, в какой-то момент он осознает, что эту боль он не может ни угасить, ни жить с ней. Поэтому возникает не просто страх, а ужас. Кстати, Хертигор с этого начинал свою картину экзистенциальной религиозности. Возникает ужас того, что я дальше выжить не смогу. И в этот момент человек ломает себя и начинает доверять тому, что, в принципе, недоказуемо, непроверяемо и не существует в нашем мире. И требует для того, чтобы войти в картину мира, одного принятия. А одна из религий ислам в этом делает основную свою фишку. Более того. Итак, религия строится не на том, что я своим умом приду к осознанию Господа, как картины мира. Поэтому говорить, в принципе, изначально о том, что между религией и наукой может быть какие-то параллели продвинутые, конечно, как минимум смешно, как максимум глупо. Но не мне сдавать экзамен, как говорится. Так, друзья, вот перед вами список. Список так называемых верующих ученых. Эти списки постоянно фигурируют на всех современных сайтах, посвященных взаимоотношению религии и науки. Они уже глубоко проникли в лексикон. Все, кто на эту тему говорит, это количественные показатели. Видимо, прав был Дмитрий Быков, рассуждая о том, что список – это литература будущего. Вот этот список, он взят с сайта православие.фм, один из самых популярных православных ресурсов. Напомню, я говорю не о православии. Я говорю на примере православия, о тех закономерностях, которые сегодня наличествуют во всех, без исключениях, религия. Итак, подтвердите религиозную точку зрения наукой. Для чего это нужно? Ученые пользуются суперавторитетом. Авторитет ученого в белом халате рядышком со священником в черной рясе, ну, конечно, по контрасту ему выглядит убедительно. Весь 20 век ученые становились на пьедестал. Сегодня, наверное, они продолжают, но не устоять, хотя позиции сильно поколеблены. Об этом поговорим несколько попозже. Поэтому религия обязательно интегрирует в себя новых богов. Она по своей сути таковая. Поэтому недостаточно теперь запугивать адом человека для того, чтобы он пришел ко мне в мою религиозную общину. Недостаточно его запугивать или просто затягивать за одежду в свою синагогу или мечеть. Нет. Теперь нужно по-другому. Теперь нужно изображать наукоемкость. Теперь нужно изображать связь с наукой. Не противоречивость, а лучше еще доказанность, а еще лучше превосходство. Итак, вот перед вами несколько основных точек зрения о взаимоотношении между религией и наукой. Напоминаю, религия – это системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Наука – это системное, доказательное, проверяемое, объективное знание. Либо деятельность по выработке такового знания. И религия ставит перед собой цель человека сделать частью своей общины, максимально близко к центру этой общины подвести. Наука ставит своей целью расколдовывание мира и управление этим миром для того, чтобы он стал более удобным для нашего обитания в нем. Цели совершенно разные. Итак, религия и наука, взаимоотношения. Итак, отказу от религии в пользу науки я оставляю за скобками. То есть те люди, которые выбрали путь науки, они как бы по определению находятся вне ракурса нашего разговора. Но, как вам не покажет страны, мы все равно так или иначе о них поговорим. Причем о самых ярких из них. Потом поймете почему. Итак, мы рассуждаем о позициях, так или иначе связывающих религия и наука. Религия при религиозном знании господствующей над научным знанием. Религиозное знание и научное знание как не противоречие друг другу. Либо как совершенно разные сферы деятельности. Либо как ключевая, такая определенная ситуация для нашего времени ключевая. Это отказ от науки в пользу религиозного знания. Итак, начнем с позиции религия больше, чем наука. То есть речь идет о том, что научное знание по своему определению, по своей сути является ограниченным, ущербным, неполным, непостоянным, частичным, фрагментарным. Но раскрывается во всей полноте при приобщенности к религии. Раскрывается во всей полноте под руководством Господа Бога. А поскольку Бога не видел никто никогда, то разумеется его земных агентов. Эта точка зрения не очень популярна. Но когда она возникает, она скатывается в одну из двух позиций. Итак, во-первых, поговорим о господстве религиозного знания. Ну, конечно, для начала мы затронем ключевую фигуру для современного постправославия. Это архиепископ, канонизированный святой, архиепископ Лука Война-Ясенецкий. Знаменитый ученый, практикующий врач, профессор гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии 1946 года. И одновременно с этим епископ Русской Православной Церкви, мученик за веру, отбывший определенные тюремные заключения. Так что человек в двух амплуа находившийся. Человек, который приходил делать операции и надевавший халат прямо поверх священнического монашеского облачения. Человек, который приходил за Сталинской премией и на различные научные мероприятия в облачении священнослужителя Православной Церкви. То есть весьма гибридная фигура, самим своим существованием вызывавшая нарекания, но тем не менее авторитет был чрезвычайно высок. Огромное количество людей, не в метафизическом, а в прямом смысле медицинском, было спасено этим человеком и проложена тропа для спасения еще многих и многих немногих. Сталинская премия, это не хукрым-ухрыч, это гнойная хирургия. Это фактически единственный в мире специалист на эту тему. Помимо того, что он был специалист на эту тему, он был авторитетным богословом, рассуждавшим взаимосвязь духа, души, тела. Это название одной из его популярных книг. В 2000 году, почти 30 лет спустя после его смерти, выходит книга «Религия и наука». Причем и неупоминания в этой книге, и о черновиках, и о каких-то рукописиях, о каких-то фрагментах при жизни архиепископа Лукина воина Синецкого не было. Это, во-первых. Во-вторых, сама книга, она по своему стилю чрезвычайно не похожа ни на то, что он писал как священнослужитель-проповедник, но уж тем более не похожа на то, что он писал как профессор гнойной хирургии. Итак, по тексту мы видим, о чем здесь идет речь. О ограниченности нашего земного знания, миропознания к максимуму, которого претендует наука, и о максимализации знания религиозного. Эта позиция, она весьма частая, но уже здесь мы видим определенные нюансы о том, что религия дает максимум, а наука только фрагмент. Но один из пунктов мы сказали, когда мы ко всем таким текстам прикасаемся, ну, как правило, всплывают авторские какие-то проблемы. И говоря о всех таких текстах весьма мало, мы сразу же обращаем внимание на авторство, на проблему с авторством, то, о чем я сказал. Во-вторых, сразу начинаются списки. Вы видите, опять же, пошли упоминания, ну, для начала, философов, все, которые были чрезвычайно все разные, и пантеисты, и католика Соловьева, он подтащил свою схему зачем-то. И дальше пошли, пошли, пошли перечни составления этих списков. То есть, в принципе, тот текст Луки Война-Сенецкого, его настоящего авторства или мнимого, он закладывает вот такую модную сегодня тенденцию спискования, удара количеством по оппоненту, для того, чтобы его пригнуть этими самыми бесконечными авторитетами и заставить признать, что Бог доказан. Доказан. Ученые подтвердили существование Бога. Как минимум, как максимум, они не смогли его опровергнуть. Ну, это уж совсем туманная тема, я в нее сейчас не полезу. Итак, это первая позиция, ее ограниченность я уже обозначил. Идем дальше. Что же получается дальше, как только мы к этим всем спискам начинаем обращаться? Мы видим, что в них подтягивают всех, включая людей из самой первой колонки. Не просто профессиональных, так сказать, атеистов, а людей, которые являются формовщиками атеистического мировоззрения. Иконой, среди которых в русскоязычном пространстве, безусловно, является Иван Петрович Павло. Величайший физиолог, один из величайших пихивиаристов, то есть человек, создавший материалистическое учение выше нервной деятельности. Человек, который, сводивший то, что мы называем духовной деятельностью, к пробирке, к веществу, к флешке. То есть, грубо говоря, можно записать на жесткий диск дружбу, можно нацедить в колбочку любовь, очень грубо говоря. Все то, что мы привыкли считать духовными процессами, академик Павлов был одним из первых, кто объяснял их материалистично. Они все вызываемы совершенно материалистическими процессами, происходящими между синапсами, нейронами, с участием гормонов, ферментов, в коре головного мозга и нервной системы вообще как таковой. Поэтому притянуть такого человека за уши в лагерь оппонентов, ну это, конечно, высший пилотаж. Чем, конечно, пользовались? Пользовались до сих пор распространяя мифы о том, что академик Павлов построил на премию церковь или пророков в Москве. О том, что он по воскресеньям любил читать Библию в скамеечке, значит, и отвечал всякие остроумные вещи, там, вопрошавшим его на несоответствие этому комсомольцу в свое время и так далее. Это все, конечно, мифология. Реальностью является то, что действительно академик Павлов в 30-е годы, серьезно конфликтовавший с советской властью, выступал в защиту верующих, которых советская власть просто уничтожала. Также аргументом, опять же, почему я притянул Лука Война-Ясенецкого, один из его адресатов по имени И.П. Павлов, либо Иван Павлов, то есть человек, с которым переписывался лично Лука Война-Ясенецкий. Причем никаких указаний на то, что это вот наш Павлов был, абсолютно здесь нет. Ну и, конечно, ключевую роль в формировании, значит, в затягивании Павлов в лагере религиозников сыграла такая фон-пол, полулегендарная фигура, один из главных религиозных мошенников 20-го века, схи-архи, схи-ирос и монах Самсон, граф фон Сиверс. Вот такая кентаврическая фигура, которая одновременно балансировала на таком катакомбном, тайном, антисоветском православии, одновременно разыгрывала карту православного старчества. Ну и, конечно, вся эта белогвардейская тема в виде именования себя графом и так далее, она, разумеется, присутствовала. Человек о жизни, которого мы не имеем практически никаких сведений, тем не менее радикальный православный, радикальный православный фундаменталист сегодня требует его канонизации. Там написали жахаписты и так далее. То есть, вы можете сами загуглить, что это за фигура. И так, этот самый Самсон Сиверс непосредственно писал о том, что академик Павлов каждую пятницу у него исповедовался. И именно Самсон Сиверс является одним из руководителей вот этого процесса затягивания, чем пользуют сегодня многие, многие, многие. Вот, все это недоказуемо, все это многократно разоблачено, но для религиозного сознания правда не важна, а важно правдоподобие. То, что мы видим о самом академике Павлов, вы можете читать его цитаты, их очень много, он непосредственно прямо назывался человеком неверующим. Он был интеллигентным, он был интеллектуалом, поэтому он был против зверского или просто хамского отношения к религии. Возможно, он даже меня бы укорил за то, какие фразы я употребляю в сторону религиозника, за напористость того, как я веду свою религиоведческую или антирелигиозную, смотря как посмотреть деятельность. То есть Павлов был совершенно другой, это был российский интеллигент старого закала, поэтому он никогда не высказывался резко о религии, но его взгляды о своей собственной религиозности однозначены. Он называл себя не просто нерелигиозным, называл себя неверующим человеком. И та деятельность, которую он вел, она является не просто доказательством этого, она является основой для того, чтобы объяснить то, на доказательстве объяснение чего много-много-много столетия паразитируют различные религиозники. Дарвин, даже Дарвина попытались свернуть с пьедестала атеизма и затащить. Используя такие факты, как то, что он долгое время, практически всю свою жизнь был старостой церковной общины, хотя это была светская должность, во-первых. Во-вторых, в то время люди, в общем-то, совершенно иначе воспринимали. Грубо говоря, в то время шло наслоение между религиозными и светскими определенными какими-то должностями. Поэтому то, что Дарвин был старостой церковного определенного округа, абсолютно никак не коррелировалось с его взглядами. Но, тем не менее, многократно утверждали, что Дарвин является верующим, что он там чуть ли не милостыню в церковь собирает и прочее. Дарвин за свою жизнь проделал очень показательную эволюцию. На борт Бигля он зашел, будучи человеком очень религиозным. Более того, в юности он задумывался о выборе для себя карьеры священностского родителя. Сошел с борта Бигля обратно, он уже очень сильно пошатнувшимся в религиозной картине мира. Скорее, он был больше агностиком. Из агностика он постепенно перешел к позиции различия между религиозным и научным знанием. Но закончил он по своим высказаниям, которые вы можете видеть на экране. Или, если хотите, обращайтесь ко мне, я вам берешь на другие тексты Дарвина. Он закончил не просто атеистом, он закончил антихристианином, утверждая о том, что религиозное знание делает человека неспособным к выживанию. А та среда христианская, в которой этот антинаучный подход, в общем-то, постоянно культивируется, это среда невыживабельная по самому своему существу. И так, что мы видим в итоге, если позиция религия больше, чем наука, то заканчивается все какими-то инсинуациями, каким-то подлогом, какими-то вывертами, какими-то гиберболизацией и прямым враньем. Цель оправдывает средство. Этмакемилизм в церкви, он в любых религиозных организациях всегда использовался. Иезуиты сделали его вообще допустимым, рассуждая о лживо спасении. Ну, а в православии, например, это было затянуто в 18 веке, и многие авторитетные православные богословы прямо доказывали эту допустимость. Лживо спасение, потому что есть гораздо более серьезные вещи, такое, как вечная жизнь в Царстве Небесном. Поэтому, если здесь я чего-то допускаю, например, вру, или освещаю оружие, которое производит геносит, ну, результат гораздо важнее. Игра стоит свеч. Вторая позиция. Религия плюс наука. То есть, позиция разных рук. Значит, правая рука, моя ведущая, я как правша, это религиозная поэйца. Левая, которой я дополняю то, что делает правая. Я поддерживаю предмет, которым правым что-то в ней осуществляет. Вот здесь нужно четко говорить, это не разграничение религии и науки. Это определенная иерархия первичного и уважаемого вторичного. То есть, религия занимается конкретными вещами, религия занимается общими вещами, наука конкретными. Религия – это указующий перст, наука – это разгребающие какие-то основные такие мозолистые ручишки ученых. Весьма ярким представителем такого подхода был Николай Кузацкий. Выдающийся религиозный деятель своей эпохи, позднего Средневековья, раннего Нового времени или Возрождения, если по-другому говорить. И одновременно с этим один из великих математиков. Фактически, это создатель современной математики. Вот эти два амплуа его сочетались. Религия и наука. Значит, как это делается? Ну, для примера взглянем, например, один текст о том, что творит Бог, как он действует и что мы видим. Прочитайте. Самый яркий пример того, как действуют проповедники, используя эту схему, это, во-первых, новояз. Используют свои собственные понятия, которые без бутылки не разберешь, которые никто кроме них не понимает. Либо связываются совершенно под тасмагорическое узело какие-то чужие понятия, таким образом, как никто раньше их не связывал. Посмотрим вторую цитату рассуждения о Вселенной, о существовании. Мы увидим это. Мы увидим совершенно невероятный язык, в котором разобраться совершенно невозможно. Но если мы все-таки по словечку попытаемся восстановить ту картину мира, которую нам передает Никола Кузанский, то мы увидим абсолютно не христианский взгляд. Здесь нет творящего Бога, здесь нет первого лица Святой Троицы, Бога Творца. Значит, мы увидим совершенно пантеистическую картину. Мы увидим ситуацию, в которой Бог фактически равен природе. Николай Кузанский хвалит за то, что он якобы решил теодицей, обозначенный еще цельцем в первые века христианства. Бог ваш, говорит цельц-христианам, он добрый или сильный? Ага, добрый. А тогда, значит, почему он мировое слово не прекращает? Почему Чикатило там насилует? Почему спид есть, перенося в наше время? Не может он это прекратить? То есть он слабый. А, значит, может прекратить, но соглашается. Значит, он недобрый. Он смакует то, как Чикатило там насилует девочек. Или что? Да, православные сегодня пытаются, сказать, вслед за Бердяевым сделать такой финн, типа, значит, есть камень, который Бог не может сдвинуть. Это свобода человеческой воли. Вот. И носится, опять же, по-всякому, обрамляя вот это. Вот, то есть Бог дал свободу воли Чикатило, наблюдая за тем, как он и что творит. Бог дал свободу воли девочку, которую он насилует. И, собственно, родителям, которые выбирают, значит, сострадать этой девочке, отчаиваться и так далее. Так что, если мы все это вместе запоставим, мы увидим, что это просто отвод глаз. Проблема никак не решается. Но Николай Кузанский пытается разграничивать. Бога поднимают над этой проблемой. Бог автоматически превращается в природу. Бог равен природе. Это пантеистическая картина мира. В природе нет ни добра, ни зла. Поэтому говорить о добром поступке, значит, волчицы, которые пробегают мимо чужих волчат, остановятся и покормят их, значит, и побежат дальше. Или, например, той же самой волчицы, которая раздирает крольчат новорожденных, как озлом поступки. Ну, конечно, глупо. В природе нет ни зла, ни добра. И вот Николай Кузанский, уходя в дебри пантеизма, поднимает Бога над этой проблемой, она автоматически исчезает. То есть он создает свое собственное смысловое полотно, которое с христианством имеет очень-очень мало общего. Идем дальше. Конечно, тот, кого сильнее всего сегодня пытаются затащить в религию. Альберт Наш Эйнштейн. Значит, его рассуждения о религии и о науке достаточно много. Он несколько раз выступал с этими лекциями. Они входят в различные его книги, в разных редакциях с дополнениями, с изменениями. Но Эйнштейн был всегда чрезвычайно деликатен. Он никогда грубо не противопоставлял науку и религию. Значит, но если мы вчитаемся в то, что он называет религиозным знанием, кого он относится к религиозным людям, то мы видим, что Эйнштейн ставит знак равенства между понятием религии и понятием духовности. Это одно и то же по его представлению. И в самом общем широком смысле религия в широком смысле как духовность, за которым признавал главное это моральное измерение, религия как комплекс сведений о добре и зле, сдерживающий фактор человека перед насилием, возможность человека общаться на какую-то добрую тему приятную. Вот в таком плане воспринимая максимально широко религию как духовность, вот Эйнштейн в таком смысле ее и науке не только не противопоставляет, он ее с наукой сочленяет. Но разумеется, в таком плане совершенно ни одна организованная религия не согласна воспринимать свою концепцию. Потому что ни одна религия не согласна ни в чем абсолютно погрешить против своего комплекса того, что она считает истинным. Допустимость веры или неверность святую троицу, это в христианских сообществах совершенно однозначно решается. Сотворенность либо несотворенность Корана, например, в исламе, это все совершенно однозначно решено. Поэтому в таком плане, разумеется, религию, конечно, современные улыбастые проповедники используют Эйнштейна, но это только для того, чтобы приблизить к тому, чтобы на них посерьезнее чуточку посмотрели. Ух ты, ты не просто бородатый кук, ты еще и можешь правильно произнести Альберт Эйнштейн и что-то там порассуждать, а только как Эйнштейн говорил о религии. Только в плане вот такого пропагандистского, конечно, трюка. Разно серьезнее Исаак Ньютон. Серьезнее, потому что Ньютон религией интересовался всегда. Вот, правда, обычно умалчивается, что он интересовался еще и астрологией, текстов, которые им созданы. Самое большое количество текстов на первом месте астрологии, на втором месте религии, и только на третьем месте, собственно, научные его тексты. Он этим занимался одновременно, и в его голове это все было абсолютно связано. Но опять же, значит, рассуждать о том, что он был правоверный англиканин, и то, что он доказывал непротиворечивость Творца, Творения, Богочеловечность, Иисуса Христа и так далее, ну, как минимум смешно. Потому что у Ньютона было совершенно свое понимание религии. В частности, например, посмотрите, тем он называл Иисуса Христа. Это не Бог, не воплощенный Бог Слова, не Бог, а человек, это просто дядька, который ходил по земле и проповедовал. То есть его картине мира, она близка арианская, она в чем-то близка к картине мира, свидетели Иеговы современных, Бог там, а мы здесь. Но вот это представление, оно совершенно никоим образом не впихивается во все традиционные религии современные, как минимум христианские. О Ньютоне часто шутили, что будучи выучеником и профессором Тринити-колледжа, он, тем не менее, всю жизнь свою троицу отрицал, и при этом за это совершенно не выхватил. То есть ему сошло с рук то, за что многие его коллеги очень серьезно поплатились, в частности, даже жизнью, потому что обвинение в ересе, в те годы это было уголовное преступление. С садомией, в общем-то, как-то научились уживаться, но отрицание основных долг, но Ньютон все-таки слишком велик был, поэтому то, что позволено Юпитеру, не позволено бы Богу. Переходим в наши дни. Христологическая, уникальная концепция Пьера Теяра де Шардена, который одновременно был выдающимся ученым-энтомологом, один из пионеров, палеонтологов, прошу прощения, одним из пионеров этой науки, один из открывателей пятикантропа, синантропа, один из выдающихся эволюционистов и антропологов своего времени, с одной стороны. С другой стороны, священник, монах, член общества иезуитов. И вот Пьер Теяр де Шарден пытался вместить теорию эволюции и теорию сотворения. Это учение его книги «Феномен человека», «Божественная среда» и прочее. Он новым смыслом наполняет созданное советскими учеными понятие ноосферы, новым смыслом наполняет. Он за эволюцией ставит Бога, который легкими, аккуратными, направляющимися движениями двигает. То, что сегодня называется и теорией направленной эволюции, или теорией божественного замысла. Сегодня это официальная позиция Рима Католической Церкви. Но Рима Католическая Церковь эту позицию опозначила, тем самым порвав с атеистами и эволюционистами, понятно, но и с креационистами, например, популярными среди протестантизма. Почему протестанты сегодня критикуют католическую церковь за то, что она допускает теорию эволюции. Но обозначить свое согласие с этой концепцией, во-первых, католическая церковь ее никак не раскрыла, потому что до сих пор нет внятного католического текста, который бы на основе, который бы все современные научные сведения, которые имеются, ну хотя бы в науке 70-х годов, и католическую догму соединил. Она просто провозгласила непротиворечивость этого года, следуя посылам Пьерто Ярде Шардена. Во-вторых, Пьерто Ярде Шарден, его эта мистическая метафизическая концепция к этому никакого отношения не имеет. Поэтому, хотя католическая церковь по этому пути пошла, но она не выстроила свое богословие на его картине мира. Если мы к ней присмотримся, мы опять увидим тот же самый непротиворечивый пантеизм, что-то очень близкое к такому языческому, к неоязыческому уровню конфуцианцев-даосов в видении мира у Пьерто Ярде Шардена. И, может быть, даже к индуизму в чем-то. Но это абсолютно никаким образом не та католическая долма, которая была провозглашена как непротиворечащая учению эволюции. Так что, грубо говоря, Пьерто Ярде Шарден и не эволюционист, и не правоверный католий. Говоря о тех людях, которые пытаются вместить несовместимое. Ну, это, так сказать, попытка честного ученого, честное действие, то, как он думает, так, как он мыслит. Пьерто Ярде Шарден – блестящий писатель. И очень интересный, вдохновенный философ, близкий к страдательному экзистенциализму. Поэтому его читать классно и интересно, в особенности в оригинале. А люди, менее наделенные талантами, и в особенности морали и совести, они идут в совершенно другом пути. Креационизм. Не кретинизм, не кретиницизм, как его обыграли, конечно же, в «Футураме», а, значит, именно креационизм. Если хотите, посмотрите на эту тему, значит, соответствующую серию в «Футураме», или, например, у меня здесь же в ролике, посвященном «Антропологии», есть большая выдержка из этой серии «Футура». Вы можете посмотреть на эту тему. Полемика креационистов с эволюционистами. Креацию творю. То есть это попытка полностью аргументировать с помощью достижения современной науки букву Библии. Ну, дух Библии и букву Библии. Поэтому креационисты делятся на староземельных и младоземельные. То есть староземельные допускают чуть-чуть буквализма и соглашаются там с тысячами лет или десятками тысячи лет. А буквалисты, младоземельные креационисты, они утверждают, Библия говорит, сколько 7 тысяч лет назад мир был сотворен. Вот, соответственно, они с помощью надергивания различных научных сведений, цитаток, отдельных фактов, они пытаются совместить целое перед вами пионер креационизма Генри Моррис с своей книгой со значимым названием «Библейские основания современной науки». И посредством фантастических виртуозных инсинуаций, выдергивания, совмещения несовместимого недоговора непрямого вранья перед нами вырисовывается якобы непротиворечащая картина. Таких было достаточно много. Кремой и Топсон там писали книгу «Камни и кости». Но все-таки Генри Моррис, он самый крутой. Сегодняшние протестанты создали в Америке, которые уцентры креационных исследований, есть ученые-креационисты, это центр креационных исследований даже свою премию дает за исследования в этой области. Современные эти апостолы атеизма, там, периодически ездят тренироваться в проповедях атеизма, в спорах, в диспутах, в институт креационных исследований в США, что, конечно, глупое дело, поскольку, я подчеркиваю, у религии и науки разные основания. Поэтому можно на полочках предложить религиозному человеку, что Бога нет, он все равно продолжит ходить в церковь, мечеть, синагогу, поскольку он пришел туда не из желания обрести непротиворечивую, научно доказательную картину мира, а совершенно другие основания. Итак, вот перед вами и Генри Моррис. Его инкарнация в исламском мире, один из самых читаемых, издаваемых, популярных в исламском мире авторов, турецкий писатель Харун Яхи, который еще грубее дело, он просто крадет фактически, плагиатит Генри Морриса. Все это в версиях со всеми словословиями Аллаху, как это привычное для исламского уха, публикует в бесконечных графоманских своих опузах, которые, в общем-то, дают основания современным продавцам фруктов утверждать, что наука, как писали великие современные ученые, подразумевая Харуна Яхи, значит, доказали, что Аллах действительно сотворил мир, миллиарды, миллионы форм жизни и так далее. Ну, я имел беседы с такими людьми многократно, вот, так что здесь, конечно, имеет место такая спадающая инфляция смысла, инфляция, конечно же, достоверности, поэтому Харуну Яхи нет вообще необходимости, значит, проверять какие-то сведения, достаточно всего лишь навсего скопипасти то, что было сделано до сего. Это создатели очень мощного религиозного такого нео-исламского сообщества, значит, сегодня он сидит в тюрьме, ему приявлено, ему дан срок 8600 с чем-то лет за, не создание такой религиозного сообщества, а там за групповой секс, за изнасилование, за понуждение там телесной близости, то есть совершенно по статьям Уголовного кодекса Турецкой Республики, он сидит в тюрьме. Другая инкарнация креационизма, это в православном мире отец Даниил Сысоев, ныне покойный, создавший тоже свою настоящую секту, вот, внутри Русско-Православной Церкви, вот он пытался вот это учение Генри Морриса адаптировать к православному миру. Отдельно, вот, близкий к Даниилу Сысоеву, а возможно, это он, так называемый священник Тимофей, который издал книгу, весьма популярную в соответствующих кругах, в которой просто Генри Моррис, вот эта книга, показанная вам, она просто ужата, спрессована, примитивизирована, до еще большей степени идиотизма, и подана, как и для малограмотных людей, как доказательства научного существования Бога, библейских истин и так далее. Кто такой Тимофей? Этот священник, то ли это собирательный образ, то ли это сам Даниил Сысоев, то ли это Тимофей Алфера, весь раз на точке зрения, но книга фигурирует среди православных фундаменталистов и по сей день. Итак, вот, что мы видим в этой позиции. То есть, если мы говорим религия плюс наука, опять же, прошу прощения, если мы говорим, что религия это, значит, точка зрения, которая согласна с научной точкой зрения, то, опять же, под религией имеется в виду у этих людей нечто совершенно другое, чего нет ни в одной из организованных религиозных организаций. Поэтому, значит, эти люди говорят о непротиворечивости науке, под наукой, они, в общем, понимают то, что понимают и ученые, но на другом полюсе стоит то, чего нет, потому что той религии, которая не противоречит науке, просто нет. Это первый путь. Второй путь, они просто-напросто идут на фальсификации, инсинуации, вранье, подлог и так далее, значит, ну, в зависимости от общего состояния своей интеллигентности, научной, значит, добросовестности, проверяемости и насколько пипу хочет хавать то, что они делают. Следующая позиция. Матераздел. Религия и наука – это совершенно разные вещи, которые занимаются настолько в разных плоскостях чем-то, что их просто, в принципе, невозможно выводить на тот уровень, где у них будет либо конфликт, либо компромисс. Конечно, начинаем мы с Николая Коперника. Его революция в мозгах, которую называют сегодня Коперниканской революцией, не в том даже заключает, что он там якобы доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, все не совсем так, его картина мира даже не вполне галюцентрическая, во-первых, все это знали другие, до него без него было доказано. А в том, что он представил в своей знаменитой книге об обращении небесных сфер картину мира, в которой Бога не было. То есть он, хотя он рассыпается в ритуальных, религиозных формулировках, значит, пестрят в этой книге различные благодарности и Папе Римскому, и кардиналами, и епископов, начиная с предисловия этой книги, просьба их благодарен за благословение, просьбы в молитву и так далее. То есть весь язык эпохи своей использует Николай Коперник, но по своему смыслу эта книга атеистическая, то есть не в том смысле, что она антитоистическая, она дает картину мира, которой Бога просто нет, невзирая на весь этот декор религиозный. Ну, во-первых. Во-вторых, конечно, он был достаточно умен, вот, чтобы инквизиции не попасться. Книгу он выпустил незадолго до смерти, а вот черновики, фрагменты, рукописи, он своим друзьям, в общем-то, рассылал, значит, ну, тем, кому он доверял. Поэтому он умудрился запустить эту революцию, эту Коперниканскую, в умах. Она, конечно, дозрела и до него, и без него созрела, но лишь ее смог выразить. Он смог консолидировать, в общем-то, умы своей, вот этой идеей законов мироздания, которые действуют сами по себе, без Бога. Значит, это картина мира светская, секулярная, хотя и религиозная была еще на тот момент. Вот, хотя сама книга, в общем-то, об этом говорящей, была выпущена гораздо позже. Но, опять же, в-третьих, эта книга была сразу же резкую отповедь среди, в массе более, на тот момент, грамотных протестантов. Ну, а по принципу, враг мой врага, мой друг, поэтому католическая церковь, особенно не вчитываясь, тем более, грамотных уровней Николая Кузанского было не так уж и много. Поэтому на какой-то момент католическая церковь даже покровительствовала, пока не поняли, что будет, а когда уже прочитали, в общем-то, католическая церковь буквально разорвалась во мнениях по поводу правоты или неправоты Николая Коперника, ну, уже было поздно, он уже скончался к тому времени. Так что вот, и дальше начинаются у нас опять же списки, которые запихивают, запихивают, запихивают этих верующих ученых. Вот Коперник, который был знаменитым математиком, астрономом, медиком и в то же время каноником, причем под каноником не вполне верно, то ли у него был священный санк, то ли не было, но так или иначе он был церковно-либо священнослужителем. Дальше, конечно же, по иерархии эти списки испихивают суперавторитетную для всего русскоязычного пространства фигуру Михаила Васильевича Ломоносова, значит, который был абсолютно светским человеком в своей эпохе. То есть, значит, он был типичным порождением своего времени, когда ритуальные какие-то действия в церкви расписались там, поженились, покрестились и так далее, никак не влияли не только на его взгляды личные, жизненные, которые многократно отражены в его переписках и так далее, никак абсолютно не влияли на его научную деятельность. А о чем здесь можем говорить? Не Ломоносов как филолог, не Ломоносов как химик, а не Ломоносов как филолог, а Ломоносов как историк. Ну, посмотрите в его различных записках исторических, в его попытках концептуализировать русскую историю, там Бога нет. Ну и, конечно же, сама личная жизнь Ломоносова была обычной личной жизнью всех людей того времени, когда они даже, в общем-то, не особо утружались регистрацией своих брачных отношений, занимались этим, только когда заходил вопрос о наследстве, тогда уж они к этому покорялись. В общем-то, ну лексика сама эпохи, то, не взирая на эту лексику, что нам говорит Ломоносов? Две книги, и ты дурак богослов, если ты пытаешься подтянуть науку для обоснования своей точки зрения, потому что апеллируешь другому, и ты дурак математики, если ты пытаешься своим ремеслом доказать там величие или хотя бы существование творца. Это две разные книги, священное писание и книга природы, которые нам даны. Между ними пропуск, поэтому не надо лезть в разные области. Поэтому Ломоносов для нас до сих пор велик именно как не просто обоснователь этой позиции, а просто как человек, который доказал своей титанической фигурой то, что так не просто можно, а так нужно делать. Дальше по списку. Значит, не буду я, разумеется, по нему всему идти, это скучно и неинтересно, тем более для верующих людей это все равно не будет не настолько убедительно, а просто фигуры, которые наиболее часто фигурируют в этих всех списках. Ну, конечно, отец Грегор Иоганн Мендель, монаха, впоследствии настоятель аббата Августининского монастыря, знаменит не этим, а своими опытами над горохом, тем, что он заложил основы генетики. Этим он знаменит. Но, дескать, раз Мендель был батюшка, значит, и при этом генетик, значит, автоматически генетика батюшковость подтверждает. Хотя сам Мендель никогда не скрывал, что он, в общем-то, пути духовного служения избрал только для одной цели, чтобы не заботиться о хлебе насущном. И, в общем-то, о его религиозной деятельности практически ничего не известно. Никаких текстов, где бы он проводил параллели между религиозной деятельностью и своим горохом, совершенно нет. Это совершенно светский ученый. Просто на нем бесит крест. Примечательно, в советских учебниках, когда раздел генетика разбирали, то Мендель опубликовали зачерненный вот этой вот сутаной его, зачерненным крестом, чтобы созрелось впечатление, что в какой-то черной водолазке сидит. И потом, когда многие увидели его настоящий портрет с крестом на груди, с воротничком, то для многих это был калчишок, конечно. Когнитивный диссонанс, как сейчас попсово выражаться. И для некоторых это был аргумент. Для самого Менделя аргументом это не было. Часто запил в списке, конечно же, Луи Пастера. Значит, основоположника современной бактериологии, иммунологии и так далее. При том, что знавшие Пастера люди однозначно отвечали, что Пастеров два. Пастер в лаборатории и Пастер за пределами лаборатории. Где он становился совершенно до суеверия каким-то ритуалистом, жутко консервативным, набожным, таким ограниченным во взглядах человеком. Совершенно аполитичным, не желающим вообще ни в чем разбираться в целовательном туфле Папы Римского. И вот свобода полета мысли, которую у него отрывался, когда он переступал в порог лаборатории, это совершенно другой Пастер. Никаких промежутков между этим он никогда не делал. Он четко занимался наукой. В его голове этот разрыв преспокойно существовал. Никола Тесла под Пастером. Сын православного сербского священника. Чем он занимал? Заходил ли он в храмы на божественной литургии? Причащался ли, исповедовался ли он? Ну практически об этом ничего неизвестно. Как и вообще о жизни одной из самых фантастических фигур в истории науки Николы Теслы. Который одновременно был фигурой публичной, на уровне чуть ли не плейбоя. И при этом фигурой совершенно закрытой. То есть вытянуться по звездилу, чем ты дома занимаешься, абсолютно неизвестно. То ли ты, значит, распутник, то ли ты детственник. То ли ты абсолютно отмороженный атеист, то ли ты эзотерия. Но тем не менее о нем очень часто говорят, какие-то его высказывания приписывают на тему мостика между его религиозными странами, которых абсолютно не было. Никола Тесла, его религиозность, если она и была у него в голове глубоко внутри, она никак не влияла на его опыт с атмосферным электричеством. Лежний угол, один из основоположников советской космонавтики, Борис Раушенбаф. В 70-е годы переживший религиозное озарение в возрождении, ставшим одним из опор советского диссидентского религиозного подполья. Значит, всю жизнь практически был протестантом. В 97-м году он принял православное крещение и пошла звезда по кочкам. Его стали к месту, не к месту запихивать в различные списки. Но никаких связей, опять же, между его трудами по космонавтике и между его достаточно возвышенными религиозными благословскими текстами нет. Это талантливый религиозный автор. Это талантливый писатель и проповедник. Но он таким становится в одном месте в лаборатории. Это совершенно другой Борис Раушенбаф. И то, кем он был дома, с Библией на коленках или на старости лет в православном храме, это совершенно другой человек. Равно как Игорь Сикорский. На обложку журнала «Тайм» можете его видеть. Который не просто никогда не скрывал свои религиозности. Он всегда был одним из лидеров. И не просто русской, а именно православной диаспоры в США. Он написал множество религиозных текстов. Благо и время было такое, 50-е годы. И это новая религиозная волна в США, которая по-своему оформлялась. У кого-то это было 50-ничество от благославии. Вот Игорь Сикорский по-своему, на уровне такого эвистенциального, восторженного, воодушевленного духовного православия. Очень далеко отстоящего от православных догм и канонов. Он его осуществлял. И, разумеется, в своих богословских текстах писал ли он вертолета об авиации? Доказывал ли он авиацию существования Бога? Ну, конечно, сами понимаете, вопрос снят. То есть Сикорских, опять же, два. Сикорский, создатель вертолета, и Сикорский, как религиозный писатель, это два разных человека. И совмещать их, ну, это значит делать что? То, что не получалось у самих Пастера, Сикорского, Раушенбаха и прочих. Так что нужно быть честнее. Вот честным был, конечно, Федор Добржанский, который не пропустил, наверное, ни одной православной божественной литургии, будучи в эмиграции в США. Значит, возможно, он к посещению православного храма относился более ревностно, чем к посещению лаборатории. Возможно. Значит, текст мы видим перед нами. Кто такой для незнающих Добржанский? Это человек, который заполнил грандиозную пропасть между генетикой и теорией эволюции. Потому что, начиная с Чарльза Дарвина и вот до рождения генетики, никак не могли ученые и даже просто популяризаторы науки доказать, как естественный отбор, как вот эта самая изменчивость, собственно говоря, закрепляется генетически. Дарвин это интуировал. Дарвин это обозначал как основа, вот, собственно, эволюции. Но когда стало ясно генетика, то мы увидели, что как ты там не тренируй свои мускулы, ребенок будет без бицепсов. Поэтому где же это закрепление на генетическом уровне? Его просто-напросто нет. Поэтому как я не приспосаблюсь к природе, как я не учу английский для того, что на нем балакать в своей эмиграции, как это делал Добржанский. Мой ребенок родится все равно без знаний, возможно, без способности даже к языкам вообще. Вот, Добржанский на генетическом уровне это доказал. Это создатель современного эволюционизма. Это тот человек, который генетически обосновал теорию эволюции. И сделал то, что не опроверг до сих пор никто. То есть он взял Дарвина и перевел на генетический уровень. Его слова в соотношении науки и веры видеть. Он сам себя, используя лексику, используя лексику вот именно этой эпохи эволюционизм, креационизм, он обозначает себя как человека по ситуации. Один я в лаборатории, совершенно другой. И ты дурак, если ты можешь совместить несовместимые вещи. Он сигнализирует о разрыве своим собственным и не считает, что это плохо или зазорно. Перед нами фактически современно звучащие слова Михаила Васильевича Ломоносова от разного позначения, возможно, превышающего его титана в современной науке. Ну и, наконец-то, самая мрачная позиция. Религия вытесняет научное знание. Вот, да, здесь, конечно, совершенно справедливо использование Блеза Паскаля. Потому что Блез Паскаль до религиозного обращения, второго, так называемого, биографы знают, о чем идет речь, Блез Паскаль после, это два разных Паскаля. Когда на него снизошло, так называемое, второе озарение, после первого озарения он стал близок к религиозным кругам, тусовался в пуррояле, общался с своими сестрами, которые хотели стать монахинями, регулярно отбояривался от батюши, который уговаривали его принять монашеские постры, но, тем не менее, занимался матемандикой. Второе озарение, когда его припечатал, он на клочке бумаги, вырванном из одежды, написал вот этот вот странный метафизический текст, который мы четко видим. Он говорит, Бог ученых и Бог Авраама Исаакова – это два разных Бога. Невозможно служить Господу и Мамоне. Невозможно служить науке и религии. И он становится на путь религии, на путь молитвословий, размышления, рассуждения и виртуозной, прекрасной, самой лучшей франкоязычной, наверное, литературы, вообще в истории. Значит, за этот период свой религиозный, он занимался математикой только один раз, когда его то ли на спорт, то ли ради помощи попросили доказать одну математическую теорему, но спеком быстренько доказал, больше не занимался этим вообще, он оставил науку. Мы знаем Паскаля, даже не как религиозника, мы знаем Паскаля как автора волшебных произведений, письма провинциалу, мысли и прочее. В них мы видим виртуоза слова, которые даже в переводе на русский язык захватывают, перехватывают горло от того языка, который использует Паскаль. Значит, сжимается просто дыхание от тех метафор, которые он использует. Так что Паскаль, он даже не религиозник, он великий писатель, великий писатель, который веровал в Бога. И поэтому религия, пользуясь его авторитетом, вдохновенного писателя, напаиваясь вдохновением, которое он дает своим людям, в общем-то его используют как своего собственного, хотя на самом деле богословом он никаких не был. Да, что это говорить о паре Паскале? Конечно, он размышлял, рассуждал. Знаменитое его размышление о том, что верующим быть всяко выгодно, чем быть неверующим. Это часто батюшки в рамах об этом любят рассуждать, о том, что если ты неверующий, но будешь соблюдать все религиозное, ты точно не проиграешь. А вот если ты верующий от Царства Небесного, нет, ну ты точно не проиграешь, потому что не напрасно твоя владетельная, ты все равно занимался тем, что в пустоту канет. Поэтому лучше быть неверующим с надеждой, что авось получится, чем лучше быть верующим искусственно. С ним, конечно, заочно спорит Докинс на эту тему, обзывая вообще не только Паскаля, а всю современную религиозность, Докинс называет современных верующих людей, верующих в то, что они верующие. Потому что как можно принудить себя веровать, возмущается Докинс, Паскаль ему смертно отвечает. Да, это значит, что смириться перед Господом Богом, перестать заниматься тем, что от Бога отводят, в частности Паскалю, что он от науки, и заниматься постоянными размышлениями, тогда Господь даст тебе силы, даст тебе возможность осознать, даст тебе веру. Вот, то есть, значит, как в анекдоте про насильника, расслабься и получай удовольствие. Значит, так что вот этот путь, путь Паскаля. Значит, то есть я смирюсь, я притворюсь верующим, и дальше пойди, отличи поведение притворного верующего от поведения истинно верующего. Где ты увидишь? Более того, друзья мои, по моей собственной рабочей гипотезе, которую я вообще, разумеется, пока что никак не могу доказать, главными современными религиозными деятелями, является абсолютно законченный атеист. Законченный настолько, что они отбросили Бога, значит, и вместе с Богом и мораль всякую. И абсолютно понимая, что и как хаваит пипл, они совершенно хладнокровно подбирают необходимый язык для того, чтобы воздействовать на массу. Я лично знаю таких людей в разных религиях. Я лично знаю там батюшек, которые переписывают там своими любовницами на тему радостной встречи сегодня вечером, а когда нужно уже будет опихать в боку на возле хора, отвечает ритуальной какой-нибудь фразой, которая подхватывает хор, после этого выходит с крестом на проповедь и вещает, как важно, как нужно, бла-бла-бла и так далее. И при этом, значит, у меня в голове вот успешность вот таких проповедников коррелирует с их атеизмом. Но пока что я еще далек от того, чтобы эту параллель провести. Но так или иначе, если мы на этот путь становимся, религия да, наука нет, то мы приходим к некой новой религиозности, к пострелигиозности, к изначально симулятивной, к изначально декоративной, к тому, что мы изображаем себя верующих древностей, выкатываем глаза, как нам кажется, выкатывали фарисеи древности, или инквизиторы Средневековья, или стрельцы 16 века, когда сжигали каких-нибудь жидов, и мы присутствуем перед картиной мира религиозной. Мы закрываем уши, не слышим доводы науки, и заставляем себя регулировать свою жизнь только словом религии, таким, как оно нам кажется истинным. Ну и, как следствие, мы видим социальные, политические, а сегодня в России даже юридический выклад из этого всего. Когда здравый смысл, на котором настаивали ученые, отодвигаются, и в новом учебном году, когда ученикам мы как бы должны дать знания, умения, навыки, которые помогут им здесь земную жизнь сделать более успешной, стать более преуспевающими людьми, научиться расколдовывать мир, чтобы более успешно им управлять, вместо этого им брызгают в морду святой водой и учат жить ради Царского Небесного. Вот этот вот кентавризм, конечно, это отличительная черта пострелигии, современной религиозности, которая проявляется в себе, ну, во-первых, во всех традиционных религиях это раз. Во-вторых, конечно, рождение совершенно новых форм спиритуализма, весьма популярного, ну, в частности, например, астрология и различные другие формы популярного оккультизма. Вот, то есть самая популярная религия, уже имеющая элементы религиозного пульта, то есть регулярное чтение городского, обвешивание себя финтифлюшками, делание даже на себе татуировок определенных, своим зодиакальной принадлежностью, выбор партнера жизненного, исходя из даты его рождения, поиск ответов на определенные вопросы или, например, регуляция своей диеты на основании астрологических прогнозов, натальных кар, предсказаний. Ну, это то, что мы видим сегодня. Вот, все это, конечно, на неком новом языке, который немножечко использует, опять же, чтобы притянуть к себе вот так вот, значит, эклектично какие-то элементы научности, безусловно, присутствуют в этом во всем, поэтому астрологи очень серьезно себя преподносят. Вот, различные, там, гипнотизеры, там, телепортеры, там, экстрасенсы и так далее, они очень любят рассуждать о якобы наукоемкости того, что они делают, там, пользуя, например, голодание или как там нынешний проповедник отказа от алкоголя, например, Жданов, якобы там профессор, вот, значит, или там фотографии своей ауры, вот, ну и самые вопиющие, вопиющие, потому что громко звучащие, на которую люди оборачиваются, вот на этот голос, это, конечно, новое варварство, которое олицетворяется, но не персонифицируется яркой фигурой Германа Стерлигова, который прямо и последовательно эту позицию, о которой я вам сейчас говорю, воплощает. Ученые, колдуны, они мир испортили, они испортили нашу жизнь, и во всяком, создают новую мифологию неоправославия, и любой миф всегда имеет какую-то истинную посылку своей основе. Ведь если бы не ученые, была бы ядерная бомба, если бы не ученые, возможно, не было бы СПИДа, если бы не ученые, которые вырабатывают, значит, различные формы загрязнения природы, разве были бы там эпидемии, например, фактически, почти что эпидемии онкологические, фактические эпидемии аллергии, если бы не ученые, загладили бы мы всю планету пластик, которую ученые сделали, если бы не ученые, создали бы мы мир железобетона, мир экрана, который сводит нас с ума и толкает нас черт знает на что. Это колдуны, которые мир испортили. Колдунов нужно сжигать. Прочитайте, пожалуйста, вот его твит, который он опубликовал в день смерти Стивена Хокинга, этого проклятийшего из всех колдунов по его лексике. Значит, это говорит само за себя. В те годы на это еще немножечко оборачивали, но сегодня эта позиция с чуть более скругленными углами, конечно же, имеет развитие, ну, во-первых, конечно, в конспирологии. По моему глубокому убеждению, с конспирологами спорить бесполезно, потому что они лишь прикрывают свою внутреннюю какую-то грамму вот этими фактами, которые они якобы сплетают в якобы сплетенную картину. Из-за конспирологии стоит элементарно какая-то подлость, неверие в человека вообще и предположение в том, что все обязательно врут. Ну, а раз все врут, почему не врать, нет. Вот, значит, и коронавирус на самом деле создан учебными, распространяется искусственно с помощью там вышек 3G, и, значит, доллары-то с помощью изображений. Это на самом деле, это колдуны, ученые делают, являясь в свою очередь проводниками воли каких-то более инфернальных существ, и мы внизу, там каких-то трептилоидов или наверху какие-нибудь инопланетяне. Но мы никто, звать нас никак, это триумф неверия в человечество и признание всего, что делает человечество, сейчас даже самое сложное, самое тонкое и самое романтически окрашенное из всего, что человечество делает, самое человеколюбивое, безусловно, это наука. И не веря в человечество на то, чтобы дерьмом обозвать абсолютно все, включая это, и обозначить всего лишь как инструменты манипулирования мной. К чему это ведет такой подход? Он приводит, конечно, к фатальным результатам, и, увы, мы с вами сегодня можем лицезреть это. Итак, на этом все. Зачем я обо всем этом говорил? Ну, для того, чтобы дать, наверное, во-первых, методику. То есть, когда вам снова в лицо стоят списки, дескать, есть верующие, которые доказали, то всех этих верующих ученых мы разделяем на три категории. Значит, первая категория просто, обыкновенный подлог, ничего такого не было, это манипулирование цитатами, вырывание из контекста и так далее. То есть, полное прямое вранье. Вторая ситуация, это ученые, которые пытались совместить религию с наукой, но у них совершенно свое было представление о религии, абсолютно еретическое, в то же время той религии, которая его использует. Ну, и третья точка зрения, это ученые, которые провели водораздел, и их религиозность, их научная деятельность абсолютно никак не совмещала. И то, что эти все ученые, граждане Российской Федерации носят на себе кресты, абсолютно никак не согласуются с их посещаемостью храма, верой в Бога человечества Иисуса Христа, или эмоциональным отношением к тому, что говорит церковь, или внутренним согласием с призывами патриарха, благословляющего бомбежки и так далее. Так что это совершенно разные вещи. И, значит, если вам эти списки дают, имейте в виду, надо просто повнимательнее к ним присмотреться. Не позволяйте себя шокировать вот такими количественными подходами. А почему так получается? Почему люди шокируются? Почему говорят вау? Потому что, как сказал один из главных теоретиков так называемого современного неоатеизма, бесполезно с верующими людьми вести споры о сущности религии, о ее манипулятивной природе, о ее противоречии науке здравому смыслу, о том, что доказан Бог доказан Бог или не доказан. Люди идут в религию совершенно по другим точкам, по другим позициям, с других соображениям. И даже помимо соображений у них жжет внутри. У них ужас какой-то, о котором они в религии бегут. Когда мне говорят, например, что религия доказала или не доказала, доказана, вернее, или не доказана была наука, ну я на это обычно отвечаю. Тогда, конечно, доказано. Физики, астрономы, химики, биологи создали картины мира, в которые прекрасно обходятся без Бога. Если мы Бога сюда впихиваем, то искусственно вворачиваем его там в Биг Бэнк или в механику, например, передачи наследственности по генно-аллельной связи или в какое-нибудь само существование суперструн. Это искусственное пришпендюривание. Но это может понять, в общем-то, человек, который в этих теориях хоть немножечко разбирается. Поскольку внешне на уровне того, что ты нога, и я нога, ну да, можно, так сказать, согласовать теорию большого взрыва и теорию сотворения. Но, значит, это первое. Второе. На самом деле наука доказала, что без Бога можно быть. Можно ли, какая наука? Педагогика, социология, психиатрия, экономика. Доказали, что можно выстраивать общество, где люди, регулируясь своими светскими законами, не отрицая Бога, делая хобби. Воскресное хобби отдельных лиц или субботним, или пятничным хобби, по-разному. Но, как правило, это воскресное, уже на это другое немножечко момент, что можно выстраивать общество, которое по всем параметрам человечности, бытовое насилие, заболеваемость, смертность, продолжительность жизни, уровень довольства своим собственным бытием и прочее, по всем параметрам, которые мы хотим видеть в нашей жизни, вот это общество благополучно живет без Бога. Его построила совершенно светская секулярная наука. Поэтому я бы призвал больше верить, конечно, не столько в религию, сколько в возможности канализации и в вакцинации. Это сделает нас более успешными людьми, поскольку будет нас больше мотивировать. Никого не хотела совершенно здесь обидеть, значит, никого я не хотел вызвать эмоциональную реакцию, но ежели такая у вас есть, велкам, пожалуйста, пишите гневные, восторженные комментарии у меня, постараюсь на них ответить, если не будет какого-то хамства, оскорбления, хамобаню, это вы все знаете. Но я бы, конечно, хотел нас привести к диалогу, для того, чтобы мы не кулаками размахивали, а учились грамотно оформлять. Ибо, как сказано, цветы Максима Исповедника, у разумного существа естественная красота слова. Друзья, давайте друг с другом говорить, строить диалог, пространство понимания, пространство знакомства, пространство уважения. Спасибо за внимание. Звоните, пишите, включите по батарее, записывайтесь на мои либинары. Счастливо! Продолжение следует...